Я думаю, что я последний докладчик на этой сессии. Я буду говорить о скрининге рака пищеводов в Китае. Вот это план моей презентации. Сначала хочется дать вам анализ и обзор рака пищевода и бремя заболевания и заболеваемость в мире по данным на 2012 год. Вот посмотрите, вот эти данные перед вами для мужчин, для женщин, для обоих полов. Это на глобальном уровне, а это в менее развитых регионах. По сравнению с более развитыми регионами данные у нас в Китае очень высокое бремя заболевания. И с 1970-х годов в Китае мы осуществляли многопопуляционные исследования рака пищевода в рисковых группах. Мы использовали различные методы и подходы. Это баллонная цитология с мазками, это обнаружение скрытой крови, а это также жидкостная баллонная цитология, эндоскопическое обследование. И вот это первый баллон изобретен китайским патоморфологом Сэньчжунгом. Это патоморфолог. И вот этот баллон глотается, затем идет дефляция этого баллона, и когда баллон доходит до желудка, снова нагнетается воздух, он расправляется. И этот баллон покрыт такой сеточкой, и все это попадает в пищевод, и вот берутся мазки, и затем, соответственно, выявляется возможная патология с помощью технологии. Это различные образцы баллонов, разные модификации, более дорогие баллоны. И тут, конечно, еще вопрос чувствительности таких баллонов. Мы видели, что чувствительность недостаточно. Затем, вместо того, чтобы брать мазки, мы стали туда такой жидкостный раствор использовать. Таким образом, мы попытались еще использовать эндоскопические подходы. Это нормальный пищевод, это дисплазия пищевода. Вот что происходит. Это цитологическая, нет, это тканевая патология. А это контрольное наблюдение в течение лет. Мы осуществляли скрининг в течение нескольких лет, и получали различную цитологию или патологию, и рассматривали исходы, результаты. И здесь мы видим, что серьезная дисплазия, и карцинома инситу развивается в течение времени. Эндоскопический скрининг с окрашиваемым леголиозином и биопсией сразу дает нам возможность задать вопрос, насколько можно достигнуть существенного снижения рака пищевода, и заболеваемости, и снижения. И вот наши клинические наблюдения. Мы должны обладать серьезным базой данных на уровне в результате исследований. Поэтому мы должны выполнять перспективные исследования. И Министерство науки и технологий выделило грант, и мы осуществляем такое исследование. Дизайн этого исследования базируется на популяции. Это провинция Киксиан. Это контролированные эндоскопические стренинговые исследования. И вот это основные критерии для включения мужчин и женщин от 40 до 69 лет с отсутствием противопоказаний для эндоскопического обследования, психически и физически здоровыми для того, чтобы была возможность работать с письменной информацией. И первичные и конечные точки заключаются в том, что в случае заболеваемости и смертности карциномы пищевода и вторичные исходы – это заболеваемость и смертность. И вот это сайт нашего исследования в провинции Киксиан. И мы разрабатываем здесь скрининговые участки. У нас вот такие буферные зоны, потому что это популяционные исследования. Очень трудно осуществлять индивидуальную рандомизацию, поэтому мы контролируем это на уровне сообщества. И вот этот наш основной дизайн и базовая информация. Все участники, которые прошли эндоскопию и 10-процентный образец в контрольной группе, где было предоставлено информированное согласие до завершения анкетирования данные, контрольного наблюдения, начало заболевания, диагностические центры, диагностические материалы и так далее. И здесь мы видим такой флоучарт исследования, блок-схему, и видим контрольную группу, интервенционную группу, целевая группа населения в данном случае 40-49 лет. А здесь вот скрининг и половина только участников, они комплоентность проявляют. И вот здесь различные виды дисплазии и рака представлены на блок-схеме, тоже это в качестве результатов. И результаты говорят, что после 10-летнего контрольного наблюдения, долгосрочного наблюдения, вот эта красная линия, которую я показываю здесь, это линия в контрольной группе, а синяя линия – это интервенционная. И здесь мы видим, что в первые два года мы наблюдаем более высокий уровень заболеваемости в скрининговой группе, потому что это вот ранняя стадия рака, но через пять лет мы наблюдаем, что в индивидуальной группе идет некое понижение уровня заболеваемости, это сокращение 29%. А что касается смертности, в результате выявления на ранних стадиях, мы наблюдаем вот такую картину. И были данные, которые были опубликованы в американском журнале клинической онкологии. Вот по уровню снижения, который я показываю, вот заболеваемость раком желудка и пищевода. Вот это уровень заболеваемости, вот этими двумя заболеваниями. Мы видим тренды, вот заболеваемость 6,50 против 8,5%, сокращение на 19,3%. Здесь мы видим различия. Вот общее снижение на 17,8% вот в этом квадранте, который я показываю, это среди целевого населения. И в заключение хочу сказать, что даже при 48% уровне комплиентности в высокорисковых регионах, это самое главное участие сообщества, наличие контролируемых перспективных исследований для оценки ситуации и с учетом эндоскопического скрининга по заболеваемости и смертности раком желудка. Также кумулятивная заболеваемость рака пищевода в группе с эндоскопическим стрелингом, это 4,17%, сократилось на 29,47% в сравнении с контрольной группой, 5,92%. И Национальный институт рака также руководил исследованиями. Была создана база данных. Каждые три месяца развивается программа по обновлению данных. И происходило много изменений, конечно, в сфере базы данных. И, безусловно, на будущее Китай собирается развивать скрининг для высокорисковых групп населения в высокорисковых регионах. Сейчас мы переходим к работе в сельских местностях и в провинциях. И у нас есть, соответственно, планы на будущее. И мы хотим сократить бремя заболевания от рака пищевода. И это ужасное заболевание, которое охватило нашу страну. Поэтому я хочу поблагодарить вас за то, что вы слышали меня. И добро пожаловать. Мы приглашаем вас в сотрудничестве. Спасибо большое. Пожалуйста, вопросы. У нас есть еще время. Большое спасибо. Вопрос? У меня один вопрос только. Что вы думаете о таком факторе риска для возникновения рака пищевода, как табакокурение и употребление алкоголя? Сегодня у меня не было времени поговорить об этиологии, но мы проводим исследования в отношении этиологии и риск-фактор. Все-таки это... Это вот эти, да, два фактора, о которых вы упомянули. Но необходимо сказать, что в наших вот этих областях не очень-то популярно табакокурение, поэтому мы не можем оценить. Но считается, по данным литературного исследования, что основным фактором риска является все-таки это ферментный дефицит. Поэтому необходимо прежде всего проводить клинические исследования в отношении стиля жизни, а именно особой программы питания. И мы собираемся разработать программу на основе клинических исследований по пищевым добавкам в определенном возрасте для того, чтобы предотвратить развитие рака пищевого. Спасибо большое. Есть еще вопросы? Спасибо большое. Спасибо.